Всем привет! Хочу показать вам обзор замечательного отеля, который находится перед вами. Отель называется Адалия Порт, расположен он в Анталии в старом городе Калеичи. Расположен он очень интересно рядом с портом, это старый порт Анталии. Вот мы к нему сейчас приближаемся, это его окна, с правой стороны это его стоянка, с левой стороны торговые ряды, паркинг, надпись Адалия. Ну а сейчас у нас обзор этого замечательного отеля, когда искали мы на Букини где поселиться, приняли решение именно в этом отеле и мы не прогадали. Действительно это шикарное место, шикарный отель, хотя он позиционируется как 4 звездочки, но поверьте, я бы ему отдал 5. Ну есть наверное определенные критерии, так вот по этим критериям, ну естественно это городской отель. Естественно он находится в старой части, но это город Калеичи, это все архитектурная ценность, все здания в этом районе, они находятся под охраной ЮНЕСКО. Под низом в отеле есть кафе, единственное нет в отеле, ну да, нет бассейна, нет там чего там, пляжа своего, ну это совсем другая история. Заходим в отель. Доброе утро. Доброе утро. Все окей. А далее порт. При входе в отель с левой стороны находится ресепция, а так выглядит сам холл отеля. Видите, есть достаточно мест для того, чтобы отдохнуть, зеркало, красивая люстра, ну убранство в отеле. Чувствуется, что отель довольно старинный. Год постройки его, где датируется 18, где 19 веком. В отеле очень много интересных вещей. Вот перед вами электропианино. И если вы хоть немного музыкант, то можно сыграть на этом замечательном музыкальном инструменте. На радость отдыхающим. В отеле полно всевозможных изделий и вещей, которые привлекают внимание. Санта Клаус и колба, в которые собирают сгоревшие свечи, которые разжигают вечерами и создают уют в отеле. Игрушки с блестками, вазочки, светильники. Много-много всего интересного. Разжигают аромасвечи. При заселении в отель водичка будет предложена бесплатно. В дальнейшем пополняем ее, расплачиваясь на ресепшн. В отеле имеется свой лифт. Мы сейчас покажем, как он выглядит. Проедемся на лифте. Немножко страшновато, если честно. Спасибо большое. Замечательный отель. Мы находимся сейчас на втором этаже. Красивая люстра. Вечерами здесь зажигают свечи. Лестница. Видите, такая интересная. И вот за лестницей сразу находится лифт. Сейчас мы проведем обзор. Посмотрим пару комнат. Здесь всего присутствует... Кстати, вот подходите к номеру. Зажигается свет. Здесь в отеле всего 29 номеров. Они все примерно одинаковые. Еще раз говорю. Отель. Четверка. Но для четверки здесь все шикарно выглядит. Вот мы смотрим номер. Это двухкомнатный номер. Между номерами расположен небольшой коридор. Большое зеркало. Проходим в комнату. Здесь нас встречают две односпальные кровати. Стол. Три окна. Достаточный свет. Очень хороший ремонт. Большое зеркало и свет над зеркалом. Цветочки. Под столом имеется холодильник. Пульт управления кондиционером. Который работает на тепло и на холод. Очень интересные вот такие вот как бы диванчики. Стульчики здесь не нужны. Вот сам кондиционер. Заглянем в шкаф. В шкафу имеются тримпеля. Дополнительные подушки. И одеяло. Так. Закрываем. И выходим. Вот так вот выглядит комната с левой стороны. Сейчас пройдем посмотрим основную комнату. Проходим через коридор. На стенах вы видите такие барельефные картинки. Стол. Телевизор. Чайник. Чай и кофе присутствуют. Двухспальная кровать. Картина над кроватью. Очень красивые шторы в цвет. Видите и подушки и покрывало. Все убрано и красиво. Ну а сейчас посмотрим сантехническую комнату. Здесь имеется все необходимое. Все в кафеле. Унитаз биде два в одном. Полотенечко на своих местах. Имеется связь с ресепшеном. Телефон. Пожалуйста. Душевая кабинка. Закрывается дверками. Все чистенько. Аккуратненько. Все блестит. Вот. Смотрите сами. С левой стороны большое зеркало. Работает вентиляция. Фен. Туалетные принадлежности для душа. А также мочалочки и шапочки. Все в наличии. Пойдем посмотрим еще один номер. Это был номер 200. Показываем номер 201. Очень интересно походить по коридорам. Смотрите картины. Показываем. Имеется мини библиотека. Можно взять книгу и почитать. Картин достаточное количество. Находишься как в музее. Здесь же видите вот такие вот барельефные картинки. Картинки. Когда подходишь к номеру. Зажигается свет. Проходим номер. Посмотрим 208 номер. Что мы видим. Двухместный номер. С двумя односпальными кроватями. Все очень красиво и замечательно выглядит. Достаточное освещение. Картина над кроватями. Телефон. Электрочайник. Большое зеркало. Подойдем. Откроем окно. Вид из окна. Как вам? Это Турция ребята. Анталия. Что? Что здесь? Маленький пуфик. Холодильник. Телевизор. Освещение вокруг телевизора. Это очень приятно, когда вы вечером его смотрите. Картина над кроватями. Шкаф. В шкафу находится как сейф, так и тремпеля для ваших вещей. Кондиционер работает как на тепло и на холод. Имеются барельефные такие вот картинки. Очень интересные. Своеобразные. Сейчас же посмотрим сантехническую комнату. Как она выглядит. Все тоже самое. Все в кафеле. Телефон присутствует. Унитаз два в одном. Биде. Ручка биде. Горячая вода. Обязательно. Душ. Все новое. Все аккуратное. А вот так вот выглядит отель вечернее и ночное время. Горят свечи. Выключена люстра. Смотрите как красиво. Да? Как в замке продвигаемся. Вот так вот выглядят коридоры. Дежурное освещение конечно же присутствует. А вот так вот выглядят проходы к номерам с включенной люстрой. Красивые проходы. Проходы к номерам. И проходы между номерами. Так называемые балкончики. Это лестница. И мы сейчас пойдем и посмотрим еще один номер. Номер 308. Подошли. Зажегся свет. Проходим. Здесь все так же электронный ключ. Вставили. Электрика заработала. Проходим в номер. Баррельефная картинка. Телевизор. Подсветка за телевизором. И смотрите какое интересное окно. Здесь у нас уже встречает двухспальная кровать. В принципе везде все практически в номерах одинаково. Картина над кроватью. Достаточное освещение. Полочки. Красивое кресло. Удобное. Функциональное. Выглянем в окно. Вот такой у нас вид из окна ребята. Старый город Калеич. Ну а сейчас мы поднимаемся на четвертый этаж отеля. Отеля. А далее порт. Идем на завтрак. Посмотрим. Чем же нас угощают в отеле на завтрак. Почему он так знаменит завтраками. Что же здесь такого. Посмотрим. И наверное сделаем отдельное видео. Заходите на канал. Доброе утро. Спасибо. Смотрите. Чай. Кофе. Как вам удобно. Окей. Вы можете замыть. И завтрак. Восемь. Да. Восемь. Да. Пока готовится кофе. Вам покажу вид из окна. Вот видите. С левой стороны видно крепость. Ограждает весь порт и Калеичи. Отличительная черта города. У всех в основном красные крыши. На здании. И порт. Ребята. Завтракаем с видом на порт. Красотища. Так ребята. Нам уже накрыли. Громко говорить не буду. Никого не смущаю. Вот так вот угощают в отеле Адалия Порт. Честно сказать. Вот. Немножко даже шокирован. Смотрите сколько всего. Это вот каждому принесли. Третий этаж отеля. И вот смотрите. Выход. Написано дверь. Гарден. Кафе. Выходим. Смотрим. Что у нас здесь. Туалет имеется. И с правой стороны. Интересная красивая винтовая лестница. Как будто каменная. Куда она ведет непонятно. Но. Скорее всего на крышу. Если мы выходим на улицу. То получается. Мы попадаем на такую площадку. Принадлежащую этому отелю. Это и есть. Гарден. Кафе. Здесь можно попить чай. Кофе. Вот. Смотрим. С этого отеля. С этой площадки. На соседнее здание. Видите. Все крыши. Коричневого цвета. Вот. Смотрите. Там олень. Фигурки. Интересно. Красиво. Пальмы. Ну а перед вами расположен панорамный лифт. С него мы начинали обзор нашего отеля. Смотрите. Мужчина продвигается по площадке вокруг лифта. Очень испуганно и настороженно. А все почему? Потому что настил этого. Этой площадки. Это стекло. Ну закрашенное зеленой краской. Интересно. Ну а сейчас. Возвращаемся. Назад в отель. Проходим в эту дверь. И сразу попадаем в наш отель. Смотрите. Как красиво. Это открывается. Класс. Олд. Олд. Да. Традиционное. Традиционное. Старое. Да. И вот я только вот понимаю, что это свечка и переносная такой фонарик получается. Красиво. Очень красиво. Ребята. Добра вам, Мира. Спасибо большое. Вы лучшие. Пожалуйста. Окей. Пока. А перед вами ваш визави Эдвард и мой друг Азан. Вот. Отель как музей. Здесь много интересных картин. Смотрите. Помимо картин есть и старые фотографии. Это ворота Адриано. Это главные ворота старого города Калеичи. А это перед вами старый порт. А выше это наш отель, в котором мы сейчас находимся и ведем с него съемку. Ну и как он выглядит сейчас? Давайте посмотрим. Вот это вот. Это есть наш отель, а далее порт. Чем он замечательным? Тем, что он находится как раз в очень удобном месте. То есть его местоположение, ну, вы будете, ну, не просто довольны. Вы будете восхищены. В порт 2 секунды. На пляж, который сзади меня находится, ну, 4 секунды. Подняться наверх. Я вам сейчас покажу ближе. Вот находится панорамный лифт. Вы на нем поднялись и уже как бы оказались в новой современной Анталии. Еще раз показываю. Вот наш отель. А далее порт. Ребят, вот и закончилась наша сказка, наше пребывание в замечательном этом отеле Аталия Порта. Могу сказать в двух словах, чем он замечательный. Ну, первое, это, наверное, и самое главное, это персонал этого отеля. Это душевные люди, начиная от босса, от хозяина этого отеля и заканчивая всеми-всеми работниками. Отдельное спасибо Азаму. Да всем спасибо. Ребята, всем спасибо большое. Вы настоящие наши друзья. Я уверен, мы еще сюда вернемся. Что еще хочу сказать. Отель, конечно, расположен в замечательном месте. Это старый город Калечий. И потому душевная теплота, это обстановка, это место, этот город, эти люди, это просто то, что, наверное, останется на всю жизнь в душе в нашем сердце. Спасибо вам большое. Всем спасибо. Ну, на этом все. Всем мира, добра, ребята. Пока.